Меня зовут Томас Вельминт, я один из основателей архитектурного бюро Графт. Мы работаем в Лос-Анджелесе, Берлине и Пекине. Я немножко расскажу про название, так как меня попросила ваша очаровательная переводчица сделать это, поэтому я немного расскажу о слове Графт и почему вы выбрали его как название своего офиса. Иногда вы пьете вино, правильно? И вы знаете, как вино выращивается, что не только виноградники просто растут, но вы стараетесь найти лучшее решение, чтобы вывести лучший вид виноградника, из которого получится лучшее вино. И вы ищете те самые виноградники, которые растут, например, хорошо в определенной земле. И именно виноделы придумали этот термин. Графтинг – когда тебе нужно пересаживать определенный черенок на нового носителя из генетически отличного от предыдущего черенка. И мы очень любим тоже вино пить, мы же немцы. И нам очень нравилась эта метафора, процесс пересаживания, когда ты что-то соединяешь вместе, которые кажутся несовместивыми. И затем, соединяя эти две вещи, ты получаешь что-то лучшее. Ты получаешь третье, что никогда не существовало. И это третье существо, оно соединяет что-то лучшее от первого и второго носителя. И нам очень понравилось соединение вещей, событий, объектов, которые не принадлежат друг другу, на первый взгляд, которые не должны быть вместе. Нам понравилось это понятие, потому что, если ты подходишь к… Мне кажется, нужно стоять вот здесь, чтобы не фонило. Да, да, будет лучше работать. Нам понравился процесс соединения несовместимых вещей, а не решать, что какая-то вещь лучше, какая-то хуже, когда мы сидим и обсуждаем что-то. Нам нравится соединять эти вещи и создавать что-то абсолютно новое. И в 19-м веке было небольшое насекомое, которое было перенесено с одного континента на другой. И это маленькое насекомое атаковало виноградники в Европе и буквально уничтожило их. И так получилось, что большинство виноградников погибло. И людям нужно было искать решение этой проблемы. И решением было найти корешок растения в США, которое бы выдерживало атаку этого насекомого. И они привезли этот корешок, и его пересадили на больные виноградники. И соединили эти два явления, чтобы получило что-то более сильное. И европейцы, которые очень-очень гордятся своими традициями и вина, вы должны знать, что когда они вам что-то про это говорят, вы должны им сказать, вы знаете, что все это произошло от корешка, который привезли из США. И когда именно он помог выжить европейским виноградникам. Нам очень нравится эта метафора, потому что различные страны, разные культуры могут соединиться, объединиться и найти путь, чтобы найти новые способы коммуникации, чтобы найти какой-то ответ на вопрос, каким должно быть будущее. Итак, я не думал, что смогу, буду делать подобное вступление в свою лекцию, но мне кажется, это было важно объяснить. Объяснить, откуда идет философия нашего агентства, объяснить, почему мы довольно всегда скептически относились к слову функциональность, потому что нам казалось, что оно очень одиноко без остальных вещей. нам кажется, что качество дизайна может обсуждаться, может вообще рождаться в каких-то дискуссиях живых людей. И наше агентство было основано для того, чтобы найти счастье. И именно эта философия помогает нам находить решение. Почему же я назвал свою лекцию «Форма никогда не будет следовать слепо за вами»? Дело в том, что слово функция, функциональность настолько затертое сегодня, его так много используют, что я к нему очень скептически отношусь. И не только мы так относимся к этому понятию. Многие люди и профессионалы критиковали его. И, например, постоянно были выражения, что форма следует за эмоцией, форма следует за модой. Но один из профессионалов пытался описать, что форма может рождаться из природы, например, повторяя крыло птицы, которое летит. И что он считал, что необходимо использовать... Если мы привносим какую-то форму в этот мир, то она должна быть основана не только на решении функциональной проблемы, но и должна выражать какую-то эмоцию, какое-то направление. И мне кажется, что именно это название отражает, что то, что мы делаем, может быть только рождаться форма, только для какого-то определенного действия, какой-то определенной цели. Ну что же, сейчас я бы хотел рассказать, откуда рождаются формы, наше вдохновение, наши объекты, которые мы создаем, откуда они приходят к нам, что они не только функциональны. Ну что же, для начала я хотел бы начать с маленького, небольшого проекта. Да, мы архитектурное бюре, но мы иногда беремся за небольшие проекты, например, дизайн каких-то продуктов или урбанистику. Мы также основали недавно медиа-агентство, который пытается предложить решение вопроса коммуникации и использовать архитектуру как способ коммуникации друг с другом и выражение ценностей какого-то бренда. Ну что же, начнем с небольшого проекта. Нам попросили сделать умывальник. Это небольшой умывальник. Мы спросили себя, почему мы постоянно смотрим на стол с умывальником, где его ставят посередине, и как бы выглядел умывальник, если бы он соединил в себе и стол, и умывальник. Как бы эта поверхность могла выразить то, что она, конечно, не может никогда выразить, но если бы мы попытались, если бы этот умывальник буквально вырезала сама вода, если бы она лилась очень долго на него, если бы умывальник выглядел как волна, естественное, что-то естественное, поэтому, конечно, мы учитывали какие-то функциональные, гигиенические аспекты этого объекта, где мы думали, как бы сделать его таким, чтобы вода не переливалась, чтобы умывальник удерживал воду, чтобы все было удобно, но мы также хотели посмотреть на другой аспект этого умывальника, если, допустим, медленно набирать воду в этот умывальник, то вода меняла бы форму этого умывальника, всегда было бы... то этот умывальник должен выглядеть как результат чего-то, что могло произойти в вашей голове, в вашем воображении. То есть мы использовали функциональный аспект, но эмоциональная сторона этого объекта выходила из какого-то желания сделать что-то очень графичное, очень вдохновленное, а не только функциональное. Ну что же, следующий большой проект, чуть больше, чем предыдущий. Нас просили создать стол для определенной компании, которая делает мебель, и они попросили нас создать ограниченную коллекцию столов, и мы спросили себя, как же можно нам разобраться с тем, что во время каких-то вечеров, приемов люди стелят скатерть на стол, и мы попытались, проходя несколько исследований, мы пытались посмотреть на скатерть, как она падает на стол, какие формы она при этом принимает, и что из этого может получиться. И наши исследования привели к нескольким вариантам дизайна. Кажется, что верх этого стола покрывает даже ваши колени, когда вы садитесь за стол, но при этом она, эта скатерть является функциональной, потому что она не мешает вам обращаться с этим столом, как с самым обычным столом. А представьте, что только скатерть осталась, и стол убрали. Таким образом, мы теряем само ощущение объекта. Стол становится буквально призрачным объектом. Следующий проект. Мы всегда пытаемся вызвать чувства в потребителях, чтобы у вас родилась какая-то история в голове, которая бы могла развиваться, нежели мы хотим, чтобы вы думали, да, вот так правильно, вы сделали это единственным правильным способом, лучше нельзя сделать. Мы всегда хотим, чтобы ваш мозг реагировал эмоционально на дизайн, который мы создаем. Это дизайн ручки для двери. Они попросили нас создать новую ручку, и когда мы подошли к этому заданию, мы решили убрать ручку, не создавать ее. Конечно, это концепт, не финальный дизайн. Мы придумали, что ручка могла бы быть интегрирована в дверь, а не быть отдельным объектом, жить вместе с объектом, к которому она прикреплена. Это небольшие детали, или, скажем так, небольшие упражнения, через которые мы прошли, которые бы могли вам понять на визуальном уровне, каким образом мы, мыслям, мы работаем. Если говорить о больших проектов, то, например, это проект отеля в Берлине, который мы построили где-то 10 лет назад. Отель называется Кью. Это очень ранний дизайн. Мы пытались вставить окна в пространство для того, чтобы разделить очень, скажем так, интеллигентный дизайн для лобби в отеле, чтобы бар был, бар, зона ожидания, зона регистрации вместе плавно сливались. Посмотрите внимательно на то, как сливаются вместе потолок и стены, образуя функциональные элементы, такие как скамейки, стойки и так далее. Я не буду концентрироваться именно на функциональных элементах, потому что я считаю, что архитектура – это не дисциплина, которая соединяет какие-то коробочки или нужные вещи в себе, а это доступная среда, доступная среда для людей. Интересно то, что когда ты смотришь на подобное пространство или какие-то отели, очень формально построенные, ты заходишь туда, и тебе кажется, что это музей, что ты не можешь себя вести там, так как бы ты себя ввел в комфортном для тебя вместе. И эти чувства, которые возникают в вас, должны исчезнуть. Мне хочется, чтобы вы заходили в пространство и чувствовали, что вы можете посидеть в любом уголке этого отеля, что, допустим, вы могли бы сесть на пол и сделать костер, чем сидеть на стульях, потому что для вас это бы место вызывало такое чувство комфорта. Мы принесли эти идеи также не только в лобби, а и в комнаты в отеле, где можно было бы сидеть в ванне, а кто-то, например, сидит на кровати и смотрит телевизор. Это отношение, расширение пространства, не ограничение определенных пространств к определенным функциональным действиям. Посмотрите на эти изображения. Здесь качество света и игра света. Мы использовали, например, на правой стороне вы видели, что это холодный свет, а слева вы видите более теплый свет. И таким образом мы тоже приглашали людей, где, если бы ты мог расслабиться на теплом песке, и ты бы чувствовал себя, как будто ты сидишь на пляже. И такие вещи, которые обращаются к твоим чувствам, это нам нравится. Этот наш проект тоже отель в Белграде. Мы недавно его открыли. Нам повезло, что мы смогли встроиться со своим взглядом в старое здание. Посмотрите, это вид снаружи, а когда мы смотрим внутрь, то это стена из нескольких слоев. Это что-то неожиданное, потому что неожиданно ты можешь жить вместе с архитектурой, потому что она становится не каким-то отдельным объектом, а частью интерьера. Хотелось бы обсудить то, как архитектура становится сценой для событий. Например, это звезд Аллея Славы в Берлине. Вы знаете, что такое Аллея Звезд в Лос-Анджелесе, где у всех есть своя звезда, имена, написаны звезд и так далее. В Берлине давайте будем честными, в Германии не самые лучшие актеры и режиссеры, у нас нет так много звезд, чтобы их закатать в асфальт, но был проект создания Аллеи Славы, и я думал, да, да, мы можем сделать что-то стандартное, но вы можете видеть, вот там в итоге мы сделали действительно звезды, но мы представили себе, что мы должны сделать что-то неординарное. Мы должны сделать так, чтобы люди приходили туда и чувствовали себя как будто на сцене, как будто они сами актеры. Вы видите, естественно, красную дорожку, каждый, кто вступает на нее, чувствует себя звездой. И мы придумали эти небольшие, мы их называем кукис, наверное, можно назвать какие-то отвороты. на них мы объясняли, где располагается какая звезда определенного актера. Если мы посмотрим через эти небольшие камеры, затем можно увидеть голограмму определенного человека, определенной звезды, кому она принадлежит. этот человек, Билли Вальдер, он немец, один из самых знаменитых наших актеров и работников индустрии. Потому что, когда ты приходишь туда, тебе хочется видеть, кто этот человек, чье имя ты читаешь у себя под ногами. Но еще одна идея была в том, что может быть, ты можешь сделать фотографию этого актера. И, конечно же, не только актера, но и актера с кем-то. То есть фотография вместе с голограммой актера, чьей ими написано. Теперь, когда вы проезжаете мимо, вы видите людей, которые что-то делают. Они делают какие-то странные жесты, как будто приобнимают кого-то. А какой-то парень говорит своей подружке «Не, поднись чуть левее, чуть левее». И люди стали взаимодействовать с этим дизайном. Они стали получать какой-то опыт от этого дизайна. Они стали получать гораздо больше, чем просто стояние на месте и чтение чьей-то фамилии на асфальте. А это хороший пример того, как можно создать хорошее настроение, хорошее чувство от своего объекта. Очень трудно это объяснять, потому что в каждом проекте свой путь к тому, как достичь этого. И в этом конкретном примере, который был результатом звонка одного стоматолога, который позвонил мне и сказал, вы не могли бы мне спроектировать стоматологию? И я подумала, там всегда плохо пахнет, там всегда должно быть все белое, и там так много функциональных аспектов. Он сказал, нет, 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 я знаю, что вы думаете, я видел ваш отель, и я бы хотел, чтобы мой стоматологический офис выглядел как бар, как ресторан. и нам мы начали думать над этим проектом, я покажу вам несколько картинок, чтобы они объяснили нашу идею. И в какой-то определенный момент мы начали думать, откуда же мы можем взять вдохновение для дизайна стоматологического офиса. каждый раз, кто-то сказал, каждый раз, когда я иду к стоматологу, я думаю о том, что бы я хотела делать. Например, полежать где-нибудь и отдохнуть было бы здорово. И мы стали развивать эту идею пляжа, где люди лежат полуголые, некоторые строят замки из песка, и мы пытались найти вот эти точки соединения между стоматологической практикой и пляжем. И как же мы можем, например, сделать стоматологический офис с одной стороны уединенным, с другой стороны общественным местом. И вы видите, это очень яркое цветовое разделение, очень оптимистичный цвет и свет. этот дизайн абсолютно не совпадает с твоими ожиданиями, с которыми ты приходишь в стоматологическую клинику. Ты можешь развести огонь в камине, ты можешь почувствовать запах дров, ты чувствуешь запах кофе свежемолотого, который готовится каждые 20 минут. и мы хотели атаковать в хорошем смысле этого слова различные чувства человека, когда он пришел туда, чтобы никто не мог сказать да, это стоматологическая клиника, в которой полно тех вещей, которые я ожидал. Хотел, чтобы человек реагировал на это, как на космический корабль и не мог понять, где он находится. и наш клиент расширил свою практику, у него было еще, прибавил еще 20 палат вместе с обучающим центром, и доктора говорят нам, что дети всегда говорят, когда же мы можем снова пойти к стоматологу, и это всегда неожиданно слышать, что дети никогда не любят ходить к ним. Это была наша первая попытка построить что-то в области медицины, и теперь, когда я оглядываюсь на этот проект, когда к нам пришли, обратились из самого большого, большой больницы в Берлине, сказали нам, что они ищут какой-то нетрадиционный, подход к созданию дизайна для отделения в больнице, и они хотели с нами вместе провести исследование, как архитектура может помочь пациентам стать здоровее, выздоравливать скорее. И мы проанализировали очень много деталей и процедур, которые происходят в этом отделении, и, наконец, придумали дизайн, который, с одной стороны, не пытается использовать очень много готовых решений, а, например, использовать темные материалы, как темный пол, дерево, и где очень много медицинского оборудования спрятано от пациента. Вот видите, например, на стене за кроватью спрятана большая часть трубок и так далее. и в то же время существует определенная приватность благодаря стене разделяющей, но если вдруг вы хотите общаться, то через эту стену можно общаться. Один из самых интересных аспектов этого дизайна это то, что мы делали дизайн не с точки зрения архитектора или доктора, мы пытались понять точку зрения пациента. Вот мы лежали в этих кроватях и мы составляли все наши рендеры и 3D-модели с точки зрения пациента. И поэтому неожиданно потолки стали для нас очень важными и стены, потому что именно на эти объекты смотрит пациент больше всего. и поэтому мы придумали экран, который покрывал весь потолок и некоторые области рядом с пациентом. Это специальный экран, который объединяет в себе некоторые технологии, которые позволяют отражать отражать и другой элемент позволяет контролировать все остальные аспекты, относящиеся к свету и цвету. пациентом. Поэтому когда мы использовали первый элемент, например, в 11 часов утра, можно было получить большое отражение света на этих панелях и создать очень приятное настроение или пустить туда, например, какие-то изображения, которые передавали бы ощущения природы, например, плывущие облака, голубое небо, которые медленно, например, облака, которые плывут над тобой медленно, чтобы тот момент, когда ты лежишь в больничной койке, скрашивался ощущением того, что ты лежишь как будто под деревом наблюдаешь за облаками, за звездами. Зачем мы это сделали? Конечно же, мы отреагировали на то, что сказали нам доктора, потому что некоторые пациенты после того, как выписываются из больницы, некоторые пациенты говорили докторам. Спасибо вам большое за влечение, спасибо за я выздоровел, а также у вас в потолке 13 тысяч дырок или каких-то точек, и когда мы поняли эту фразу, что люди очень сильно фокусируются, когда лежат на больничных коках, на каких-то маленьких вещах, и что им очень нужно отвлечься от реальности, в которой они болеют. именно поэтому нам нужно было дать им возможность перенестись в другую реальность, как-то поиграть с их воображением, и на самом деле это работает, это не только как работает, как развлечение, но доктора могут использовать этот потолок в соединении с айпэдом, например, и доктора могут пустить определенные изображения, или, например, они могут использовать этот потолок для диагностики мозговых функций под пациентов, появляются ли они снова после операции, как они выходят из-под наркоза. Это было не только упражнением в дизайне, это было также упражнением в попытке понять, как работает восприятие реальности человеком, и я был очень рад тому, что мы начали исследовательскую программу трехлетнюю, которая пыталась ответить на вопрос, как же применить подобные приемы. Мы назвали это лабораторией восприятия, и это открытие действительно помогло пациентам, и вы должны представить, что все звуки, которые ты обычно слышишь в отделении интенсивной терапии, были элиминированы от пациентов, чтобы не раздражать их, и я очень рад, что даже спустя некоторое время наша идея продолжает работать, и этот пример доказывает, насколько технологии могут помочь нам создать лучшую атмосферу, и создать не только что-то красивое, но и что-то помогающее людям чувствовать себя лучше. А теперь я хотел бы поговорить о том, как использовать свет. Мы естественно проводили, не раз задавались этим вопросом в разных проектах. То, как мы обращаемся со светом очень важно свет помогает создать что-то очень живое, потому что архитектура очень похожа на театр, на театральную сцену в этом смысле. Я бы хотел показать ресторан, который находится в Пекине, и как мне кажется, что этот проект ушел от дизайна объектов в дизайн атмосферы. если вы видите, мы можем увидеть зеркала, которые соединяются с изображениями и картинами из XVIII века, они могут быть освещены различным способом, при этом можно освещать по-разному посадочные места, освещать по-разному еду, которая подается. Мы не только создавали пространство, в котором люди сидят, мы создавали атмосферу благодаря свету. Если посмотреть на цвета, то мы использовали палитру цветов специй, которые использовались конкретно в этом регионе. Мы видим цвет кари, мы видим зеленый цвет. Еще больше интерес вызывает, например, видите три разных момента освещения одного и того же объекта. благодаря зеркалу, которое помогает отражать свет и помогает добавить вот это изображение в световое организацию пространства. нам по-прежнему считают, что это очень похоже на театральную сцену, на театральный перформанс. И, например, вы видите некоторые детали картины Караваджи, которая была интегрирована в другую картину 19 века и соединение этих изображений менялась от того, где ты находился в этом ресторане. Если говорить об этом проекте, то мы очень пытались уйти далеко от дизайна внутреннего помещения и обратиться к дизайну пространства. это проект музея, который мы сейчас создаем. И это музей современного искусства для такого искусства, стрит-арт, граффити и так далее. Это довольно нормальная, обыкновенная, традиционная часть Берлина. нас попросили построить, создать музей. Я бы хотел вам показать небольшой отрывок фильма, посвященный этому музею. Конечно, мы пытались понять город и как он отнесется к этому музею. Когда ты заходишь внутрь, вы видите, что нет потолков и строение является открытым, ломает ваше ожидание, потому что ты каждый раз находишь новые слои здания. И в этом здании очень большие потолки, которые благодаря тому, что мы убрали некоторые объекты, мы увеличили доступное пространство для того, чтобы там что-то могло происходить. но мы не были теми дизайнеры, которые создавали золотую клетку для этого музея. Мы пытались дать этому зданию силу, пытались его наполнить, сделать это здание пространством. реальность, с которой сталкиваются многие города. красота и изменения в нашем урбанистическом окружении не зависят от того, дорогие или красивые здания стоят рядом с нами, но очень сильно зависит от того, насколько люди готовы привносить нечто новое в свое существование. Этот музей будет называться музеем урбанистической нации. И здесь вы видите некоторые рендеры. Этот музей будет построен через год, а например, это уже реализованный проект. Один мы построили в Берлине. это временный музей не только для выставок, но для различных конференций и событий в самом центре Берлина. Его можно найти на свободном месте, где еще не построено здание, но владелец этой площади решил дать возможность создать это здание из контейнеров. И здесь не столько важен дизайн, сколько важна возможность вторжения в урбанистическую ткань города, потому что это место было свободно очень-очень долгое время. А еще такой же проект мы реализовали в Южной Корее, в Сеуле. Он до сих пор существует. И ничто не может быть более постоянным, чем что-то временное. Очень большой популярностью пользуется это здание, не только потому, что оно выглядит хорошо, но потому, каждый раз это здание меняет саму идею пространства. Оно вдохновляет пространство людей, которые в нем находятся. И похожий опыт у нас был с проектом, который так и не построили. но вот вы видите центр Берлина. И скажем так, старшее поколение думало, что нужно перестроить замок, который стоял и стоит в Берлине. И когда нас один журнал попросил представить идею того, чтобы мы могли представить когда замка не станет. И мы придумали опять же временный музей. Он очень эфемерный. Мы называли его облако. И все газеты написали об этом проекте. Мы планировали, чтобы это было временное пространство для выставок, оно выглядело как будто оно приземлилось на это свободное пространство в городе на небольшой период времени. И вдруг неожиданно весь город начал обсуждать, нужно перестраивать замок или нужно его вообще убрать. Неожиданно люди стали представлять своем воображении воображение что может быть на этом месте. Вдруг они почувствовали страх из-за того, что можно оставить это пространство пустым или позволить там быть чему-то временным. Это было очень-очень важно для нас. Мы очень многому научились от реакции людей на этот проект. Это один из самых моих любимых проектов, который, к сожалению, так и не был реализован. Вы должны знать лучше это пространство даже, чем я или этот проект. Это пространство, которое используется еврейским музеем. Вы, наверное, знаете, что был тендер 6 или 8 лет назад. И мы победили в этом тендере, получили первое место именно с этим проектом. Мы не пытались соревноваться с великим Константином Шуховым, конструктивистом. Мы пытались как можно меньше воздействовать на уже существующее издание, и мы пытались работать именно с полом. Мы хотели не трогать остальное пространство нетронутым. метафору, которые мы хотели передать в этом издании, особенно в Еврейском музее в России. конечно, еврейская культура и русская культура имеют долгую и сложную историю. Нам хотелось дать доступ к этой истории. Нам хотелось поместить все музейные помещения под землю и сделать над этими помещениями потолок, который бы использовались под этим пространством можно было использовать для различных выставок. мы хотели позволить посетителям как будто ты бы ходил по прошлому, спускаясь в этот подвал, назовем его так, и посещая этот нижний этаж, можно было бы передать другой аспект, из истории можно перейти в другой ее пласт, потому что мы хотели связать прошлое и будущее, из которого ты можешь перейти, где и сейчас, в настоящем, ты можешь оставить следы, присутствовать в нем, и нам хотелось изменить понимание истории, что ее можно менять, что на нее можно воздействовать, поэтому это было дуальное воздействие на посетителя, как мы видим прошлое, как мы видим настоящее, и это помогло интересно использовать выставки, взаимодействовать с посетителями, и это была метафора, которую мы пытались передать. над этим проектом мы работали полтора года, очень долго, и его поддерживали много, его поддерживали многие богатые люди, но затем, видимо, деньги закончились. этот проект, один из моих любимых, я его тоже очень люблю, это дизайн церкви, мультиконфенциональной церкви, и это стеклянная церковь в лесу, мне очень нравится этот проект, потому что было интересно соединять какие-то треугольные формы, различные геометрические формы, которые были связаны между собой, но в то же время очень лаконичные, которые легко было считать, но в то же время которые сплавлялись в одну архитектурную композицию, и как вы видите, эти соединяются различные геометрические фигуры, таким образом, что ты понимаешь, что это, казалось бы, отдельные фигуры, но в то же время они соединяются вместе. Мне очень нравится метафора того, что в этом здании можно прочитать соединение всех конфессий. за последние несколько лет нам удалось реализовать несколько очень интересных проектов, и мне бы хотелось поделиться ими с вами. Это полуотель, полумедицинское здание, потому что там могут жить родители детей, которые болеют и лежат в больницах, и этим семьям приходится например, ехать в определенную больницу, которая лечит сердечные болезни детей, родителей. отель принимает родители, которые хотят остаться рядом со своими детьми. И нам хотелось найти какой-то способ выражения возможно он немножко отражает ситуацию, в которой находятся семьи, потому что эти семьи пытаются новую, пытаются найти баланс с твоей жизнью, пытаются найти что-то, чтобы их могло удержать на земле. Это следующий проект как вы видите это офис volkswagen и если вы только приобрели машину, хотите получить какую-то информацию от дилера. Сейчас, когда я покажу вам эти проекты и оглядываюсь на них, я понимаю, что эти проекты не существуют в вакууме, они активно взаимодействуют со средой, в которой они построены. Это не коробка, которая просто поставлена непонятно где. У каждого здания есть определенные отношения со средой. И у этой крыши очень сложная геометрия, сложная осветительная система. Как видите, есть определенная конструкция стальная, которую нужно поддерживать всего в двух точках. И она выглядит как листочек, который упал с дерева. Она выглядит очень легкой, несмотря на то, что она действительно очень тяжелая. и я бы хотела вам показать еще одно видео, которое это было промо-видео для одного проекта, над которым мы работали. На что нужно нажать? Жаль, ну, не важно. ничего. Я хотел вам показать видео, в котором как ты можешь получить доступ к этому зданию, как ты можешь туда зайти, чтобы вы почувствовали, какое чувство вы получаете, когда вы едете через этот лес пальм, и когда вы заворачиваете по дороге по озеру, и вы бы увидели вид на бесконечный океан, и затем зайти по дороге, которая ведет вас в лобби отеля. Что мне нравится в этом проекте, так это то, что когда ты подъезжаешь к отелю, ты не видишь пока ничего из тех строений, которые составляют структуру отеля, здесь же ты просто буквально едешь по воде, ты видишь воду, ты видишь бесконечный вид голубого простора, и затем уже в конце ты словно въезжаешь в эту воду, и только тогда оказываешься в окружении отеля, и как вы видите, весь отель находится как будто висит над территорией, он создает ощущение парения в воздухе, и например, все балконы созданы так, чтобы можно было увидеть небо, или пейзажи, пейзажи, именно к этому мы стремимся, когда мы создаем какие-то проекты, нам нравится, когда архитектура взаимодействует с природой, чтобы, например, при создании этого бассейна или аквариума, нам нравится создавать ощущение нахождения под водой, чтобы они не чувствовали себя как будто в помещении. в нашем бюро мы пытаемся потерять ощущение понимания того, где начинается и где заканчивается здание, нам нравится ощущение того, что здание как будто естественно выросло на этой территории, это очень большое здание, которое как будто выросло из земли, формируя террасы, которые сталкиваются друг с другом, которые переплетаются, и некоторые из этих террас нельзя назвать с первого взгляда являются ли они частью здания или частью природы, и именно так мы понимаем архитектуру, неотъемлемой частью того места, в котором она будет существовать, не чужаком этого места, а логичным продолжением его. Мы постоянно задаем себе вопрос, что же значит, куда придет дизайн? И мы приходим все чаще к ответу, что дизайн и архитектура должен быть продолжением природы, не инородным чужаком, который просто приземляется на какое-то пространство, а существовать внутри этого пространства. это пример этой философии. Как вы видите, здесь существуют необходимые архитектурные решения для того, чтобы природа проникала внутрь здания, например, ветер, который является основным способом охлаждения комнатам, для комнат, а не кондиционеры. И поэтому они тебе совершенно не нужны. И нам очень интересно, как различные технологии могут помочь нам уменьшить использование технологий. Как бы это странно не звучало. Это мы построили в Берлине. Это дома, которые вырабатывают гораздо больше энергии, чем они потребляют. Конечно же, есть солнечные панели наверху этого дома. И мы работаем с водой в основании дома. этот дом может зарядить например электромобиль. Причем есть разные размеры домов и у них есть разная мощность того, насколько они могут зарядить например автомобиль. мы считаем, что в будущем дома будут не только функциональной оболочкой, которая будет для нас убежищем, но мы будем воспринимать дома как энергетическую станцию, которая будет давать нам больше, чем только убежище. не буду подробно рассказывать, но естественно весь дом построен из естественных материалов, не только из дерева, но и из глины и так далее. Это один из наших проектов, это больница в Эфиопии, мы построили ее с помощью очень недорогой, с использованием недорогих технологий, например, это глиняные кирпичи, которые производились прямо там и сохли там. Это реки из бамбука, которые мы придумали, чтобы можно было их использовать для крыши и можно видеть, как здание буквально выросло из земли. Очень недорого стоило. Было построено из натуральных материалов, найденных прямо на этой территории. это будет становиться все более и более важным в будущем. Строение из материалов, которые можно найти прямо рядом с собой. хотелось бы рассказать об одном аспекте, о котором многие архитекторы забывают, потому что часто показывают дизайны отелей, дизайн каких-нибудь стульев, но один из самых важных вопросов, которые нужно решить в будущем, это будут жилые дома. Как изменится способ использования зданий для нашей повседневной жизни. Мы всегда воспринимаем, что у нас есть стены, есть гостиная, есть кухня и так далее, и наш дом разделен на определенные функциональные зоны, в которых мы существуем и живем мы только в гостиной, после того, как приготовим на кухне и посидим у себя в кабинете. Я не верю в эту концепцию, мне кажется, что все может быть по-другому. Используя сейчас технологии, различные мобильные устройства, мы можем работать в любом месте, в любое время. Поэтому между нашей, например, профессиональной жизнью и каждодневной деятельностью трудно провести какую-то границу. Поэтому это один из примеров, который научил нас, что жилые помещения могут быть совершенно другими. С одной стороны, если мы пойдем по изогнутой линии этого проекта, мы увидим, что это очень открытое пространство. но в то же время можно использовать раздвижные двери, которые по-прежнему могут сделать эти пространства ограниченными. раздвижные то есть мы соединили две идеи вместе. Это ощущение лофтового открытого пространства и в то же время пространства личного. Два принципа пространственного дизайна квартиры. и это позволило нам прийти к каким-то очень гибким решениям. Здесь вы видите раздвижные двери, которые разделят пространство, когда бы вам это было нужно. Эта квартира показывает этот принцип очень приятная квартира, очень маленькая например к вам приходят гости и вы понимаете что у вас не очень убрано. Что же вы делаете? Вы закрываете необходимые двери и ваша квартира превращается в место где вы можете принять гостей. Именно о таких квартирах я мечтаю, которые меняются ради вас. Если вы хотите что-то приватное, то она может стать этим. Если вы хотите сделать общественное место, она может быть общественным местом. Этот проект показывает как можно соединить старые здания с новым дизайном. Мне кажется, я буду немножко быстрее по проектам проходить, потому что немножко холодает. Здесь мы переосмыслили крышу, мы придумали для нее новый язык архитектурный. Она похожа теперь буквально на ткань, которая развивается на ветру. Это один из проектов, который экспериментирует с небольшими квартирами, которые недорого стоят в самом центре Берлина. Здесь вы видите небольшие квартиры 37 квадратных метров квадратных. комплексы, которые вместе формируют большой жилой комплекс. Но при этом в этих жилых комплексах есть общие пространства, такие как библиотеки, рестораны, которые могут использовать все жители этого комплекса. эти эксперименты и новые способы организации жилого пространства это то, что я хочу видеть от молодых архитекторов в будущем. Это еще один проект в Берлине вместе с молодыми ребятами, которые организовали очень успешный бар и ресторан в Берлине. И они сейчас будут строить комплекс из пяти зданий, в котором объединятся апартаменты и какие-то рабочие пространства. То есть именно необходимо соединить каким-то способом дорогой или еще каким-то способом именно жилые и рабочие помещения. Заметьте, что с одной стороны здесь есть какие-то прагматичные решения, но в то же время есть вещи направлены на эмоциональную реакцию жителей в этом комплексе. Это проект восьмилетней давности, который я вам хочу показать и который подходит к концу. Он нас научил очень многому. Наша роль как архитектор вдруг показалась нам совсем не такой, как мы себе ее представляли, потому что все вы помните ураган Катрина, который бушевал в Новом Орлеане 10 лет назад и очень большая часть города была не то, что разрушена, а просто стерта с лица земли и затоплена. мы всегда думаем о том, что США это очень развитая страна и что она может справиться с последствиями такой катастрофы, но очень долгое время было в разрушенном состоянии, но затем известный актер Брэд Питт обратился к нам, он заехал в Новый Орлеан и был шокирован и обратился к нам, потому что ему нужна была идея, как восстановить и мы придумали следующую стратегию. Мы решили найти финансирование, чтобы построить заново один из самых бедных районов Нового Орлеана и нам, конечно же, нужно было сначала придумать, как найти деньги и мы создали эту инсталляцию розовых домишек и это был призыв к помощи, крик о помощи, чтобы визуально показать, насколько большие разрушения случились во время урагана и Брэд Питт решил каждое утро приходить на какие-то ток-шоу и просить людей пожертвовать деньги на строительство и в то же время мы использовали эту инсталляцию, чтобы показать, как много денег мы собрали на определенный момент и каждый раз, когда мы получали достаточно денег, чтобы построить один дом, мы приходили на место инсталляции и ставили розовые дома на то место, где будет построен дом. и через некоторое время из хаоса розовых пятен создался порядок и можно было визуально представить себе, как будет выглядеть будущее этого района. И мы начали постройку этого района и сам Брэд Питт потратил много денег на то, чтобы этот проект мог осуществиться. Около 13 миллионов долларов мы получили в виде пожертвований. Люди присылали сколько могли для того, чтобы помочь нам. и мы начали думать, как мы можем построить заново целый район, не просто один дом или отель. И мы стали обращаться к людям, нам хотелось понять, каким образом нам выйти на рынок с этими зданиями. Мы начали общаться с различными организациями, страховыми организациями. Мы пригласили 25 архитекторов со всего мира, которые придумали дизайн для домов, потому что все вовлеченные в это сказали, да, мы хотим это делать. Различные знаменитые архитекторы бесплатно отдали свои идеи для этого проекта. И эти идеи должны были отвечать критериям, которые мы поставили в самом начале этого проекта. Они должны были быть устойчивыми, чтобы они сами воспроизводили энергию. И потихоньку мы находили именно те идеи, которые подходили нам. Вы видите, слева это наша идея, справа это идея другого архитектора. И целый новый район был построен. И теперь он называется как самое экологичное сообщество, самый экологичный район США. и он доказывает, что если ты во что-то действительно веришь, что ты можешь этого воплотить. И последний проект. Вы помните больницу, которую я вам показывала, которая была построена из глиняных кирпичей. начиная этот проект мы были шокированы фактом того, что я не знаю, вы когда-нибудь ездили в Африку или нет. Я туда поехал с большим количеством переубеждений. Я представлял себе ужасные условия жизни, но я обнаружил, что у каждого живущего там есть сотовый телефон. И ты видишь, что эти люди ходят со своими телефонами иногда по 5-10 часов в другой город, чтобы зарядить этот телефон. и очень многих людей просто нет доступа к электричеству. И вот создавая такие небезопасные для человека зарядные устройства, и каждый ребенок там мечтает о сотовом телефоне. это лучшее, что может быть. И девушки или жены предпочитают сотовые телефоны в качестве подарка от своего молодого человека или мужа. мобильные телефоны у каждого, но электричество очень труднодоступно. И мы хотели принести электричество в отдаленные районы Африки. И мы конечно самым легким решением было принести туда солнечные панели. И мы придумали идеи определенного киоска, который не только дает эту энергию, он скорее продает солнечную энергию. Конечно, этот киоск не только работает как розетка, к которой ты можешь подключиться, но и различные другие функциональные возможности могли бы быть в нем. В нем мог стоять холодильник, например, который бы не использовал большое количество энергии для того, чтобы охлаждать напитки, например, потому что в Африке почти никогда нельзя купить охлажденный напиток, и из-за этого лекарства портятся раньше. И правительство одобрило этот проект, и нам нужно было найти способ, чтобы охлаждать устройство самого киоска. При этом нам нужно было найти способ, как можно было строить и производить эти киоски локально, на месте, не привозя материал из других стран. И когда мы тестировали некоторые прототипы, нам сказали, что нужно построить 12 таких кабинок, поставить их, и мы их действительно сделали, и когда у нас уже не оставалось денег, мы получили звонок от Кока-Колы, они поняли, что это была бы хорошая точка продажи их продукта, и они как раз хотели тоже выступить с инициативой привнесения способа того, как можно добывать чистую воду, и они поняли, что попробовав привнести эту идею, они поняли, что это очень дорого и невыполнимо, и им понравились наши прототипы, они нам сказали, да, ваш киоск, он гораздо дешевле, гораздо лучше, давайте вместе работать, и как вы видите, нам удалось создать еще 25 таких киосков, к 2014 году у нас было примерно 40 кабинок, и еще 60 кабинок Кока-Кола заказала на 2016 год, к следующему концу следующего года у нас будет 160 готовых киосков, и когда у нас будет 300 киосков, тогда Кока-Кола получит достаточно прибыли, чтобы отбить свои вложения, и снова начать вкладывать деньги в производство новых киосков, как видите, очень важно придумать не только хороший дизайн, в котором допустим используются солнечные панели, но и придумать хорошую стратегию развития, которая бы помогала людям не обязательно создавать какие-то невозможные потрясающие космические дизайны, но нужно обращаться к проблеме и решать ее, и тогда люди будут создавать новый мир, так как вы предложите ему простое и чистое решение. Я надеюсь, что мы как архитекторы и дизайнеры все больше и больше будем разбираться в том, как общаться, как подходить к дисциплинам, которыми мы занимаемся, как решать вопросы, чтобы мы работали не только как дизайнеры, которые рисуют закорючки в программах, но и люди, как люди, которые двигают, продвигают наше общество вперед. я хочу поблагодарить вас за ваше внимание. спасибо.